Привет друзья! В современном мире мы невероятно много времени проводим за компьютером по работе, учебе, играя в игры или просто при просмотре фильмов. Поэтому крайне важно иметь хороший монитор, который отвечал бы всем нашим потребностям и не вредил здоровью. В этом видео мы расскажем вам об основных критериях, на которые стоит ориентироваться при выборе монитора. Разберем основные характеристики, на которые стоит обратить внимание при выборе лучшего монитора. Диагональ. Если сказать простыми словами, то это размер монитора. Он измеряется в дюймах. Существуют мониторы с диагональю от 17 до 35 дюймов. От размеров монитора зависит его цена, а также комфорт при работе с ним. Например, для офиса не нужен большой по размеру монитор, он скорее будет мешать. Маленький экран позволяет лучше сконцентрироваться на работе, не бегать глазами из угла в угол. И цена такого монитора при этом будет вполне приемлемой. Оптимальный размер офисного монитора от 18 до 24 дюймов. Для дома подойдет вариант размером от 24 до 27 дюймов. Такого монитора достаточно для того, чтобы с комфортом серфить в интернете, смотреть кино или играть в видеоигры. Если вы профессиональный дизайнер, художник, фотограф, большой любитель кино или видеоигр, то вам подойдет монитор с диагональю от 28 до 35 дюймов. С такими мониторами максимально удобно работать в графических редакторах благодаря возможности открывать на одном экране множество окон. Большая диагональ дает максимальное погружение в кино или игру. Разрешение. Это размер изображения в пикселях. Именно от этого параметра зависит четкость и качество изображения на экране. Для офиса будет достаточно монитора с разрешением от 1280 на 1024 пикселя и выше. Для дома же рекомендуется разрешение Full HD. Это 1920 на 1080 пикселей. Это самое распространенное разрешение мониторов на данное время, а также лучшее соотношение по цене-качеству. Оно обеспечивает высокое качество изображения в кино и видеоиграх, позволяет работать в графических редакторах и обрабатывать фотографии. Если вы располагаете большим бюджетом, то стоит обратить внимание на мониторы с более высоким разрешением. Мониторы с разрешением от 3840 на 2160 поддерживают формат 4К. Они обеспечивают ультравысокое качество изображения и позволяют максимально комфортно работать с графическими редакторами и создавать 3D-модели. Стоит отметить, что для того, чтобы использовать все преимущества подобных мониторов, нужно иметь мощный компьютер. При работе с графикой или видеоиграх идет большая нагрузка на видеокарту и оперативную память. Поэтому необходимо проверить, соответствует ли ваш компьютер минимальным требованиям для поддержки такого высокого разрешения. Время отклика пикселя и тип матрицы. Время отклика – это скорость, с которой меняется изображение. Это не слишком важный параметр, если вы не играете в динамичные видеоигры, так как в современных мониторах или при простой работе разницу между наивысшим и наименьшим откликом заметить практически невозможно. Однако, если вы киберспортсмен или серьезно увлекаетесь видеоиграми, то важна каждая доля секунды, и оптимальным значением для вас будет отклик не выше 2 мс. Для стандартной игры подойдет 3-5 мс. Время отклика зависит от матрицы. Всего существует три типа матрицы. Тиен – это бюджетные матрицы с худшим качеством изображения и цветопередачи, а также наименьшим углом обзора, однако в них самый быстрый отклик. Они подойдут для офиса и для заядлых геймеров, которым время отклика важнее графики. IPS – это матрица, которая обеспечивает лучшее качество изображения, имеет хорошие углы обзора, но с большим временем отклика, чем в Тиен-матрицах. В Ей матрица – это золотая середина между предыдущими типами. Она быстрее, чем IPS и с лучшим качеством, чем Тиен, но плохо передает полутона. Частота обновления экрана. Каждую секунду изображение на мониторе обновляется множество раз. Чем выше частота обновления, тем более плавно будет меняться изображение. Стандартных 60-80 Гц вполне достаточно для выполнения практически любых задач. Частоту обновления 120 Гц и выше стоит рассматривать тем, кто собирается собрать мощный игровой ПК. Яркость и контрастность. От яркости зависит качество изображения при попадании света на монитор. Сейчас существуют мониторы с яркостью от 200 до 700 кандел на метр квадратный. При работе в очень освещенных помещениях, а также если ваш монитор стоит напротив окна, то рекомендуемая яркость 300-350 кандел на метр квадратный. В остальных же случаях 200 на 250 кандел на метр квадратный будет достаточно. Контрастность – это способность максимально точно передавать черные и белые цвета. Нормальным уровнем контрастности считается 1 к 500. Для лучшей цветопередачи – 1 к 1000. А для людей, которые работают с цветопередачей, фотографией или изображениями – 1 к 5000. Углы обзора. Изображение на мониторе портится, если смотреть на него под углом, то есть снизу, сбоку или сверху. Оптимальным углом обзора считается 178 градусов по вертикали и горизонтали. Ну а для офисных мониторов этот пункт не актуален. На этом все. Надеемся, что наша информация поможет вам в выборе монитора для дома, офиса или сетевых рубилищ с друзьями. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, если видео оказалось для вас полезным. Большое спасибо вам за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok